Рейды по соблюдению масочного режима продолжаются. Общественники, сотрудники администрации, полиции, депутаты городской думы проводят совместные рейды по торговым центрам и точкам общепита, выясняя, соблюдают ли горожане необходимые меры безопасности. Как выяснилось, практически все покупатели и продавцы используют средства индивидуальной защиты. Продолжение темы в сюжете. Вы знаете, что у вас дистанционный режим, да? Да. Так а почему тогда вы в общественных местах? День рождения. Ну что, что день рождения? Вы, пожалуйста. Так мы на несколько секунд зашли. Так соблюдайте, пожалуйста, масочную. Если зашли, обязательно одевайте. Обязательно все. Давайте, все. Самое главное – здоровье ваше. Давайте. Спасибо. В крупной торговой точке уже давно не столько места покупок, сколько центр протяжения для досуга и отдыха. Именно здесь молодежь проводит свободное время, праздники и дни рождения. К сожалению, помимо позитивных моментов при посещении общественных мест возрастают шансы подхватить коварный вирус. Избежать встречи с инфекцией можно, если соблюдать меры безопасности. Но не все об этом помнят. Общественники, сотрудники администрации и полиции продолжают проверки, выясняя, соблюдают ли горожане масочный режим. Ребята поделились мнением, как относятся к ношению маски. Я считаю, что он помогает, по крайней мере, психологически. Но так, как я в очках хожу, мне мешает маска. Но в целом ничего не поделать, лучше ничего не придумаешь. Я даже перестал забывать, что эта маска вообще на мне. То есть я вообще ее ношу 24 на 7, потому что не позволяет еще учебу. Носить маску – необходимая и вынужденная мера. Но в игровых зонах, посетители которых, как правило, дети и подростки, масочный режим соблюдают не все. Причины тому разные. Понимаете, и вот, я не знаю, бессмысленно. То есть мы смотрим, у нас ходят консультанты, у нас предупреждают люди все равно, они снимают маску и все. То есть либо они выходят, да. Они вот так вот одели, потом раз сняли, раз, потом опять одели, потом раз, опять сняли. Вы, пожалуйста, проводите беседу, потому что это главное здоровье. Мы разговариваем по этому поводу. Взрослое население к соблюдению мер индивидуальной защиты относится, как правило, ответственно. Те, кто считают маску бесполезной, давно в меньшинстве. По требованию законодательства у сотрудников торговых предприятий в наличии должен быть пятидневный запас масок. Магазины и кафе стараются соблюдать все предписания, но, как показала проверка депутатского корпуса, проблемы еще остаются. Мы проверяем самые простые вещи, то, что должны выполнять сегодня каждое предприятие. Мы не можем проверить качество дезинсекторов и так далее. Но мы проверяем наличие масок у сотрудников, наличие, остаточное наличие масок, потому что у них должны быть обязательно чистые маски. Сегодня внешне мы не можем проконтролировать, как меняются маски, а запас должен быть не менее чем на пять дней. Мы контролируем наличие антисептика, обработки помещений и то, что можно увидеть сразу. Какие-то минимальные требования. Мы не углубляемся в качество проверки, то, что делают надзорные органы. Проверяют все торговые объекты. Это и сетевые магазины, и маленькие, где хозяин и продавец и уборщик, и общепиты. Главный критерий оценки контроля за соблюдение мер – наличие масок, антисептиков, журналов с обработкой и термометрией. Если придет Роспотребнадзор, он вас просто оштрафует тут же, сразу. Вот за отсутствие контроля за термометрией. Вот дальше, если это журнал, он должен быть прошит, он не должен быть вот эта одна страничка. Заведите обычную страдку и пишите обычными, обычно тогда группировки, вот таким образом делайте. По отношению в нынешней ситуации народная мудрость «Меньше знаешь, крепче спишь» работает с точностью да наоборот. Чем больше мы информированы о коварности вируса и мерах защиты от инфекции, тем больше шансов остаться здоровыми. Алена Ядня, Владислав Еремин, Служба новостей, «Импульс». Алена Ядня, Владимир, «Импульс»